В Одессе 4 часа дня вы смотрите новости на седьмом канале. И в студии с вами Галина Выговская. Здравствуйте. Правоохранители задержали подозреваемых в покушении на одесского журналиста Григория Козьму и политика Михаила Кузаконя. Об этом заявил глава нацполиции Сергей Князев. Напомню, 2 августа текущего года на них покушались неизвестные на Червоном хуторе. Тогда грузовик на большой скорости протаранил автомобиль Григория Козьмы, который заехал за коллегой Михаилом Кузаконем. На место происшествия вскоре прибыли начальник полиции и прокурор области, но по горячим следам найти злоумышленников не удалось. Все детали этого дела вы узнаете уже в следующем выпуске новостей. Конфликт из-за парковки привел к поножовщине. Трагедия произошла возле одного из жилых домов по улице Космонавтов. Как рассказывают очевидцы, одессит парковал свою машину под окнами квартиры соседа. В авто часто срабатывала сигнализация, что доставляла жильцам дома массу неудобств. Вечером 22 августа ситуация повторилась вновь. 28-летний мужчина вышел во двор и сделал соседу замечание. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку. 45-летний владелец машины обнажил нож и дважды ударил потерпевшего. Второй удар пришелся в область сердца. Очевидцы конфликта вызвали полицию и скорую помощь. Однако спасти раненого медикам не удалось. Молодой мужчина умер в больнице. Правоохранители задержали убийцу на месте преступления. Теперь ему грозит провести от 7 до 15 лет за решеткой. Автомат Калашникова с патронами обнаружили полицейские в котловане между двумя жилыми домами. Во время оперативной отработки улицы Аэропортовской в Малиновском районе правоохранители обнаружили предметы, чертаниями похожие на оружие. На место происшествия вызвали оперативно-следственную группу полиции и сотрудников СБУ. В извлеченном свертке нашли автомат Калашникова и магазин с патронами к нему. Оружие направили на экспертизу. Теперь правоохранители устанавливают хозяина автомата. И правоохранители задержали преступную группу, которая помогала иностранцам незаконно легализоваться в Украине. Так трое правонарушителей разработали целую схему для нелегального трафика. Они находили матери-одиночек и предлагали им сделать иностранца клиента отцом ребенка. У разу погоджения злочинцы передавали таким матерям грошового народа в размере от 300 до 500 долларов США и получили от них оригиналы паспортов и свидетельства о родине детей, которые в дальнейшем использовались для легализации иноземцев, а именно для получения них последствий на постоянное место в Украине. Также для этого заключались эффективные браки с иноземцами. Сами же преступники за свои услуги получали от иностранцев намного больше, от 5 до 10 тысяч долларов. Взяли силовики правонарушителей с поличным. Во время обыска, помимо прямых улику, задержанных изъяли наркотики. На данный момент уже выявили 9 фактов незаконной легализации иностранцев этой преступной группой. Ведется следствие. Теперь правонарушителям может грозить от 5 до 7 лет тюрьмы. День государственного флага Украины отмечают в Одессе. Возле облгосадминистрации Гурсовета состоялась торжественная церемония поднятия желто-голубого. А на Потемкинской лестнице развернули 27-метровый флаг. Больше информации в сюжете Кристины Немченко. Первый флаг под гимн Украины с самого утра подняли возле облгосадминистрации. После церемонии сыграл оркестр и выступил танцевальный коллектив. Следом торжественно подняли флаг на Думской площади. День флага отметили и воспитанник, и молодой гвардии вместе с полицией и охраной. После торжественного поднятия флага, концерта и поздравлений, полицейские наградили своих лучших сотрудников. Разом также с молодой гвардией, с этим табором, мы решили свято, подняте прапора, сделать разом. Вы это видели, как дети радуются нам полицейским, как нам приятно с ними спілкуваться. И мы постоянно с этим табором проводим соревнования по мини-футболу, по волейболу, по перетягиванию каната. Даже дети нас перемагают. А на Потемкинской лестнице прошел самый масштабный в рамках сегодняшнего праздника флэш-моб. Там развернули 27-метровый флаг. Во флэш-мобе участвовали около 300 человек. Это и волонтеры, и военные, и журналисты, и семьи с детьми. Люди разного возраста и разных профессий. Прогнение, чтобы тут был мир, чтобы было счастливое житие для каждого. И для тех, кто сегодня святкует, и для тех, кто сегодня там, на сходе, гинет заради этого свято. Флаг на Потемкинской лестнице разворачивают десятый год подряд. Каждый год к желто-голубому добавляют по метру. Сегодня свято, и хочется поднимать всем настроек, хочется, чтобы все приходили сюда с посмешкой, приходили поднимать свято, стать частью его. Наш фестиваль взагалі націлене на те, щоб об'єднати українців, показати, що ми одна нація, що ми один народ, і що ми можемо робити щось разом, бо ми українці. С днем государственного флага Украины всех телезрителей поздравляют Кристина Немченко, Владимир Ульянов і весь Седьмой канал. По Керманской крепости прошел опен-эйр концерт народного артиста Украины Алексея Ботвинова совместно с оркестром Одесской филармонии под руководством дирижера Игоря Шеврука. Звучала музыка Моцарта, Мирослава Скорика і Рахманинова. Сегодня прозвучит музыка Моцарта, Рахманинова, а также украинского нашего классика Мирослава Скорика. Я буду играть второй концерт Рахманинова, вечно зеленая класика, шедевр, который всеми любим. І в своєму місці буде выступати камерний оркестр Одесской филармонії з замечательним дирижером Ігорем Шевруком. Отмечу, концерт провели в рамках фестиваля Одеса Классикс. І пока це вся інформація, більше новостей смотрите в следующем випуске 18.00. Не пропустите, буде интересно. Увидимся. Субтитрувальниця Оля Шор